В отличие от руководителей западных стран, Россия не помогает ни бизнесу, ни гражданам. Поэтому лучше всех уже отпустить спокойно и деньги приберечь. Потому что вот эта Кубышка, наш резервный фонд, это я уже везде писал, политические такие часы политической жизни Путина. То есть ему эти деньги нужны будут для того, чтобы обеспечить пожизненную власть. Он же ведь хочет еще 16 лет править в дальнейшем. Ну то есть 4 плюс 12. Поэтому Путину нужно провести действительно выборы по голосованию по поправкам Конституции, которая обнуляет его президентские сроки. Это первая причина, и он не хочет это совмещать с выборами, потому что там наблюдатели, там достаточно сложная процедура, он может проиграть. А с другой стороны, он не хочет резервы тратить на то, чтобы помогать бизнесу и гражданам в этих условиях. Я думаю, здесь как бы вот они, две причины, и я других не вижу. Такой вопрос. Скажите, кому сейчас больше нужна переписанная Конституция, чтобы народ за нее проголосовал? Лично Путину или ему окружению, тем чиновникам, которые много лет с ними, много лет у власти? Я думаю, конечно, лично Путину. Потому что Путин хочет... Ну, понимаете, что это все незаконно? Я думаю, что он прекрасно это понимает. Поэтому ему необходимо получить мандат от граждан, от общества. Поэтому он хочет провести эту процедуру. И в этой процедуре он не уверен. Он не уверен в результатах, именно поэтому он отказался от референдума. Именно поэтому он отказался от совмещения голосования с другими выборами. Потому что, ну, если это проводить по правилам выборов, там есть наблюдатели, там есть кандидат за, кандидат против, там можно голосовать, можно агитировать. Вот. А они сделали абсолютно незаконную процедуру. И вот сколько мы пытались анализировать, а что можно здесь сделать. Да, можно компанию провести, нет. Можно даже ее успешить, можно даже выиграть эту компанию. Но как посчитают? Вы же не сможете проконтролировать. Потому что, во-первых, голосование проходит несколько дней. Там есть, да, срочное голосование. Ну и так далее. То есть, никакого, никаких возможностей проконтролировать голосование нет. Вот для чего ему это нужно. Скажите, Дмитрий, вот карантин или режим самоизоляции, это почти два месяца. Ну, плюс-минус. И обещанные деньги малый и средний бизнес еще не получил. В лучшем случае начнет их получать с 18 мая. Мы помним эту цифру. Скажите, и десятки миллионов людей работают в этой отрасли и живут от зарплаты к зарплате. На ваш взгляд, наверняка у многих деньги уже кончились. Почему люди не выходят на улицы протестовать? Неужели страх перед полицией, он больше, чем страх перед голодом? Как вы думаете? Я думаю, что все еще надеются. Это первая причина. Вторая причина. Обычно проходит два месяца для того, чтобы осознать реальную катастрофу. А это катастрофа, которая сегодня ожидает не только малый бизнес, но и уже даже, наверное, больше 10 миллионов человек, которые работают в частной отрасли. Все надеялись, что... Все ждали выступления каких-то обещаний. Но на самом деле то, что обещано, это какие-то копейки. Потому что, если, например, возьмем развитые страны США, это 3-2 триллиона долларов уже на сегодняшний день. Япония почти триллион долларов. Германия 1,4 триллиона евро. Ну, то есть внушительные суммы. А у нас в 10-15 раз меньше. И совершенно очевидно, что Путин не хочет тратить резервы, потому что резервов бы хватило. У нас почти 600 миллиардов долларов резервов. У нас только в фонде национального благосостояния 125 миллиардов долларов. Это 11 триллионов рублей. Для того, чтобы выплатить всем, кто потерял работу, по 3 тысячи рублей, всем, это вот возьмем даже максимум 25 миллионов человек, то это будет стоить в месяц 750 миллиардов рублей. То есть меньше триллиона. А у нас 11 триллионов только в фонде национального благосостояния. У нас регионы никаких денег не получают, бизнес не получают, люди не получают. На самом деле это реальная катастрофа. Честно говоря, мне непонятно, почему наше правительство, Путин, в отличие от всех лидеров всех цивилизованных стран, ну, почти ничего не делает, чтобы спасти людей, спасти бизнес. Как дальше-то экономика будет существовать, непонятно. Продолжение следует...